приветствую вас дорогие друзья сегодня с вами я владимир дзюба пусть бог благословит каждого из вас и с большой радостью сегодня окунаю слово божие и хочу возогреть некоторые вещи в которых есть для нас смысл и благословение обращаюсь к слову господнему второе послание тимофея 1 глава 6 100 стих по этой причине напоминаю тебе возогревать дар божий который в тебе через мое рукоположение знаете сегодня хочу касаться этого слова и мне кажется кто-то наоборот ободриться кого-то это будет раздражать но моя цель все равно провозглашать сегодня слова я думаю сегодня это слово оно должно нас побудить что сегодня я возогреваю в своей жизни к чему сегодня я стремлюсь если вы сегодня слышите меня задайте себе вопрос насколько сегодня я возогреваю тот дар который богом дан для меня кто-то скажет о нет я не пастор нет я не служитель я там еще 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 я никто меня это не касается нет послушать если вы сегодня слышите меня если вы сегодня празднуете рождество если вы сегодня говорите иисус ты мой господь значит есть тот дар который бог дал вам сегодня может вы его не видя по одной только причине то что вы делали вы игнорировали то откровение или то понимание которое бог вам дал а я верю что бог дал поэтому время обратить на это внимание вот почему апостол павел и говорит ты должен возогревать возогревает дар в себе возогревает тот дар который ты получил можно сказать я сегодня занят у меня нету сегодня на это времени дорогой бог явил милость и бог даровал спасение и бог одарил писание об этом говорит и вот как раз сегодня это от нашего послушания в том чтобы от а повернуть повернуть свою жизнь к тому чтобы начать возогревать этот дар почему потому что благодаря этому дару мы можем быть благословим еще большим благословения для тех людей которые окружают нас это то на чем сегодня мы должны сфокусировать свою жизнь на той миссии которую бог открыл для нас по своей великой любви и милости сфокусировать свою свою жизнь множество сегодня разных факторов которые пытаются нас отвлечь и увлечь по одной только причине чтобы мы не были сегодня сфокусированы на этом даре может возможно кто-то проповедник может кто-то финансист может кто-то в даре служения то есть много различна божья благодать сегодня явлена в нашей жизни мы многие вещи сегодня многим вещам которые дарованы нам благодаря кресту иисусу это праведность это исцеление это спасение мы к этому тяготеем но мы должны увидеть что крест иисуса он точно также открыл для нас и благодать на служение это то к чему мы сегодня можем так чему мы сегодня должны тяготеть из и и стремится вот почему я сказал кого-то это будет словно раздражать почему то что я не хочу я не хочу но может вы тот человек который предназначен стать этим благословением поэтому и хождение по духу она тоже подразумевает это то что мы должны умерщвлять дело плоти которая противится тому чтобы мы и шли по духу вот почему необходимо возогревать дар разными через молитву через в то чтобы вникать в слово божие в том чтобы развивать развиваться своем даре даже в техническом каком-то обеспечением я приведу такой пример бывают моменты когда мне что-то необходимо сделать в своем автомобиле то что я могу сделать и я понимаю я могу это сделать но перед тем как я буду это делать я обязательно изучу информацию как это лучше и к правильно сделать для того чтобы не не навредить а сделать это хорошо я возогреваю эту способность через то они вот точно также сегодня и вы находитесь в каком-то в какой-то сфере в которую бог вас поместил и в этом необходимо тоже возогревать эту способность искать источники знания для того чтобы больше еще развиваться не остановиться сказать ну я буду сидеть пусть она как-то будет как-то ну как-то произойдет нет поэтому павел горит тимофей возогревать прикладывай усилий ищи направление меняй какие-то стратегии ищи людей ищи какую-то информацию которая поможет тебе еще больше раскрыться не останавливаться о нет это мой предел нету предела в боге нету предела и это то что мы должны усвоить это то что мы должны принять на сегодняшний день мы должны увидеть я должен стать благословение может сегодня вы слышите это слово и я хочу сказать вы где-то стоите на каком-то распутье я думаю момент времени остановитесь может даже сегодня этот локдаун это как остановка не только для того чтобы не не попасть в какую-то физическую проблему остановка для того чтобы поразмышлять пересмотреть вернуться к своему старому какому-то откровению пересмотреть в своей жизни свою позицию где я сегодня нахожусь насколько я сегодня послушен богу в вошел ли я в то место там где бог желает меня видеть насколько я сегодня возогреваю эту способность да то что бог сегодня доверил в этом необходимо я верю что но есть веры сегодня которые открываются для нас как для церкви и лично для нас в каком-то служение в каком-то дарование это время в которое необходимо посвятить и возогревать в чем чем бы вы ни были связаны связаны с музыкой с проповеди слова со служением с обеспечением может я не знаю записью роликов сегодня служение многие открываются для того чтобы записываться записывать и не стоит останавливаться наоборот необходимо загревать потому что есть начало есть точка где мы начинаем и есть момент нашего развития и это развитие оно происходит в тогда когда мы начинаем это развиваться кто-то говорит я молитвеннику хорошо вник не тогда в вот в в какое-то знание которое касается касается молитвы кто-то говорит я проповедник вник не тогда в это пусть кто-то евангелист вникай в это и возогревает почему потому что сегодня сколько людей которые остановились они перестали это возогревать они перестали это практиковать и как результат есть из-за этого страдания мы ожидаем от бога а бог уже многие вещи сегодня дал нам и только тогда когда мы начинаем возогревать мы наполняемся этим духовным огнем от от который от которого могут многие согреться и и получить освещение в свою жизнь поэтому пусть бог даст слова пусть бог даст вам мудрость сегодня распорядиться этим словом не отталкивай если сегодня бог говорит твое сердце возогревай возогревай мы должны стать благословением мы предназначены для того чтобы стать благословением поэтому люблю благословляю во имя иисуса аминь